Ночевка в палатках, походы в лес и новые друзья. 26 июня на Вороньем острове стартовал слет детско-подростковых клубов Петропавловска. В нем примут участие 106 мальчишек и девчонок в возрасте от 13 до 16 лет. Наша съемочная группа встретилась с юными туристами. Аромат лесных трав и запах костра витают в воздухе. Ребята из детско-подростковых клубов Петропавловска готовят себе обед. Мальчишки развели огонь и помогли нарезать овощи. Девочки ответственные за солянку. Анастасия Богданова уже подготовила необходимые ингредиенты. Теперь осталось отправить все в кастрюлю и дождаться результата. Это первый турслет, в котором участвует школьница. Такой вид отдыха ей понравился. Нам нравится готовить на природе. Это очень весело. Занимает не так много времени. Первую ночь мы провели очень весело, тепло, уютно. В палатке нам очень понравилось ночевать. На Вороньи остров ребята приехали вчера. Здесь они будут не только готовить на костре, отдыхать в палатках. Их участники турслета устанавливали сами. Три дня эти мальчишки и девчонки будут играть, заниматься спортом, ориентированием на местности. Да подожди, вперед, иди вперед, иди на дерево. На дерево вперед, иди. Дойду я и так. Это один из этапов полосы препятствий. Пройти ее вызвали самые смелые. Задачу осложняет то, что у ребят в руках носилки с пострадавшим. Первое испытание позади, время переходить к следующему. Одно из самых сложных и интересных испытаний полосы препятствий – бревно. Пройти по нему нужно как можно быстрее, ни разу не упав. Здесь важно найти равновесие и не бояться. Иначе падение неизбежно. Девочкам помогают инструкторы, а мальчишки с легкостью преодолевают это препятствие. Другое задание похоже на предыдущее. Нужно пройти по бревну с помощью специального крепления. Илья Степаненко сделал это первым. Говорит, в детстве любил лазать по деревьям. Нам еще, получается, осталось пять пунктов. Сейчас идем третий. Самый тяжелый, на мое мнение, это был первый, потому что там были дебри. Когда я пойду куда-нибудь отдыхать, например, в лес, я уже буду знать, что если есть рядом трава, что надо нарывать траву под палатку, чтобы сильно не было холодно, когда ночью спишь. Что как правильно костер разводить, что дрова как правильно рубить. Тем временем в палаточном лагере ребята играют в волейбол, но необычный. Игроков разделили на пары, их ноги скрепили. Двигаться им нужно синхронно, прислушиваясь друг к другу, при этом следить за соперниками. Слет для этой группы ребят будет проходить три дня. Участвуют порядка 50 детей, 7 команд детско-подростковых клубов нашего города. Второй заезд у нас планируется с 1 по 3 июля. Некоторые дети не первый год приехали, потому что детям нравится. Есть, естественно, новые дети. Каждый год мы стараемся обновлять программу. Всего в слете детско-подростковых клубов примут участие 106 ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Дарья Пышмынцева, Жолдозбек, Ермуканов, Новости МТРК.